Сквер Кирыбаева восстанавливают в Барнауле, сообщает Комсомольская правда на Алтае. Напомним, решение о том, что сквер, расположенный на площади текстильщиков, требует реконструкции, так как давно потерял свой презентабельный вид, еще весной принял глава Барнаула Сергей Тугин. Работы начались летом. Сейчас там демонтируют старый асфальт, снимают плитку, а также разбирают фонтан, который уже давно не включают. В сквере должны появиться 35 новых деревьев и 378 кустарников. Работы обещают завершить к 30 ноября. Группа легендарных советских космонавтов отдыхает в Алтайском санатории. Это Валерий Рюмин, который побывал в космосе четыре раза, его супруга Елена Кондакова, а также опытный сотрудник космической станции Леонид Селиванов. Они рассказали корреспондентам московского комсомольца на Алтае, что в нашем регионе не впервые и отдых здесь нравится. Раньше космонавты путешествовали по диким местам, жили в палатках и сплавлялись по бурным рекам. Адреналин можно поймать и на Земле. Валерий Рюмин три полета совершил на советских кораблях «Союз» и один на американском шаттле «Дискавери», а его супруга выходила в космос дважды. Полное интервью с легендарными космонавтами читайте на страницах московского комсомольца на Алтае. В музее Рождественского привезут мебель из его московской квартиры. Подарок сделала дочь, сообщает Аих на Алтае. В Косихинском музее на родине поэты рассказали, что недавно получили большой комплекс предметов из квартиры Роберта Рождественского на Тверской. Это платяной шкаф, буфет, резной диванчик, старинное кресло, предметы быта, посуда, швейная машинка, необычный проигрыватель для пластинок. Мемориальные предметы помогут воссоздать атмосферу квартиры писателя. Экспозицию обещают обновить в следующем году. Жители и гостей краевой столицы приглашают на осенний киномарафон. В парке «Солнечный ветер» прямо под открытым небом организуют показ документальных фильмов алтайских режиссеров, сообщает Барнаул-22. Зрители увидят работы «Твой сын России» Владимира Кузнецова, «История одной картины» Андрея Ясаулова, «Соколы» Ирины Баевой, географ Данила Антропова и подъем Алины Матяж. Начало 20 сентября в 19 часов. Вход свободный.